Дорогие телезрители, сегодня мы с вами поговорим о том, как преодолеть страх перед людьми. Каждый из нас находится в человеческом обществе, и мы каждый день должны общаться с кем-либо. Это общение происходит повсеместно, на улице, по телефону, в общественном транспорте, в магазине, на службе, дома. Человек не может жить, не общаясь с другими людьми. При помощи общения мы решаем массу деловых и бытовых вопросов, развиваемся сами, и жизнь наша становится насыщенной и интересной. С чем же тогда связано возникновение страха общения, страха перед другими людьми? Как показывает моя практика, боязнь общения в разные периоды в той или иной степени возникает очень у многих людей. Вот припомните, разве вы никогда не рабели, когда вам необходимо было заговорить с уверенной в себе и яркой личностью? Вот подумайте, разве вы никогда не смущались? Всегда ли общение было для вас легким и уверенным? Я убежден, что каждый может вспомнить случай, при котором ему становилось страшно начать разговор с человеком, которого вы видели впервые. Практика показывает, что страх перед другими людьми часто становится помехой для вашего развития как личности. Мешает вам достигать успеха в профессии и в личной сфере. Попробуем же рассмотреть в общих чертах, что же является причиной появления страха перед другими людьми. Моя практика свидетельствует о том, что страх общения чаще проявляется у тех людей, которые уже сталкивались с негативными ситуациями. То есть имели отрицательный опыт общения. Ну, к примеру, юношу в школе обижали одноклассники, подшучивали над ним. Это может стать причиной того, что, став взрослым, он приобретает боязнь общения с окружающими. Так как любое общение начинает у него ассоциироваться с душевными страданиями и дискомфортом. Я уверен, что страх общения часто возникает в связи с низкой самооценкой и уверенностью в себе. Ну, вот бывает, что человеку приходится часто сталкиваться с непониманием и критикой. Отчего, собственно, и появляется неуверенность. Человек начинает закрываться от других людей, думая, что он отличается от всех остальных. В моей практике часто встречалось такое явление, как отсутствие у человека опыта социальных взаимодействий, также приводящее к боязни людей. Когда человек избегает общества людей, он, естественно, не может научиться общаться с ними, так как просто не имеет практики общения. Я же уверен, абсолютно убежден в том, что научиться эффективному общению можно только при постоянных тренировках. Вот пациенты часто спрашивают у меня, как преодолеть страх перед людьми. Я считаю, что очень часто, очень часто страх становится для человека способом защиты от негативных последствий, которые, по мнению этого человека, могут появиться в тех или иных ситуациях. Этот страх является блокиратором действий человека. У человека появляется боя сделать что-нибудь такое, от чего потом он будет выглядеть смешным, переживать или страдать. Я уверен, что ответ кроется в вашем подсознании, отягощенном убеждениями, которые построены на отрицаниях, направленных против вас. Это подсознание шепчет вам, что лучше промолчать, чем сказать что-нибудь не в попадание. Ну хорошо, вы скажете что-то не то. И что произойдет в этом случае? Ну давайте поразмышляем и попробуем выяснить, что же такого страшного может произойти, если вы будете ошибаться при общении. И о том, какой позитивный опыт, позитивный вы можете получить, если все же будете общаться с тем человеком, общение с которым вызывает у вас трудности. Вот я часто задал вопрос пациентам. Почему они не хотят действовать и почему они боятся общения? Так вот, собственно, как же бороться с этими страхами? Я хочу подчеркнуть, что основа этой борьбы заключается в том, чтобы вы, дорогие друзья, поняли, ваши страхи базируются не на реальной угрозе, они взлелеены вами самими и основываются, собственно, на внутреннем негативном убеждении о себе. То есть вы культивируете в себе страх перед другими людьми. Вот я всегда предлагаю смодерировать такую ситуацию. Ну, например, с вами общается человек, уверенный в себе, и у вас появляется страх. Вот попробуйте вспомнить, какие мысли появляются у вас в эту минуту. Если вам удастся вспомнить, то вы поймете, что в этой ситуации у вашего страха опосредованная роль. А на первый план выходят ваши мысли, ваши отношения к своему поведению и к возможным негативным последствиям этого общения. Затем я советую взглянуть со стороны на аналогичную ситуацию, почувствовав себя зрителем на небольшом спектакле, где главная роль принадлежит вам. Нужно очень внимательно рассмотреть происходящее событие, поразмыслить о том, действительно ли это так страшно, или, возможно, это является какой-то нелепостью, дающей вам возможность продвигаться дальше уверенно и спокоенно. Следующий метод борьбы со страхами общения, применяемый мной на практике, это необходимость вашего прямого взгляда в лицо своим страхам, понимая их сущности, принятие данной информации для того, чтобы начать работу с ней. Вот вам просто следует признаться себе в том, что причина ваших сложностей кроется не в абстрактном каком-то вымышленном страхе, а в ложных негативных убеждениях, неправильных убеждениях о собственной личности, которые, собственно, имеются очень-очень многих людей. Я убежден, что вы, дорогие друзья, должны принимать данный факт, иначе вы сломаете свою собственную жизнь. Вот дайте себе слово, что вы сделаете все возможное для того, чтобы разобраться в том, как преодолеть страх перед людьми. Тогда эти страхи останутся в прошлом и больше никогда не потревожат вас. И третий метод, который, по моему мнению, крайне важен, это начало работы над собой. Вот если вы хотите достичь успеха, вы должны действовать. Я просто предлагаю вам, дорогие телезрители, испытать так называемую методику усиления, плюс и минус. Ну, собственно, при этом многое не требуется. Просто нужно на чистом листе бумаги записать в столбик весь перечень терзаний, которые вы испытываете при общении с людьми. Ну, например, я неинтересен, как собеседник, я недостоин, чтобы он уделял мне внимание, я неполноценен в сравнении с ним, я ущербен по отношению к нему и так далее. Теперь возьмите другой лист бумаги и пишите туда контраргументы к каждому негативному утверждению. Ну, например, я обладаю хорошими качествами собеседника, я достоин того, чтобы мне уделял внимание каждый человек, я являюсь интересной личностью, я абсолютно полноценный человек и так далее. Список должен быть достаточно длинный. После этого я вам рекомендую первый список, содержащий негативные утверждения, которые мешают вам жить, совершенствоваться, достигать целей, общаться, уничтожить беспощады. И представить мысленно, что с этим листом улетучиваются все убеждения, гнетущие вас. А на их место придут новые убеждения, которые вы записали на другом листке. Вот его следует повесить на видное место и постоянно перечитывать. Это хорошая методика для того, чтобы преодолеть страх перед людьми. Главное, что я советую всем своим клиентам, это преодолеть боясь и просто начать общаться. И еще несколько моих советов. Вот прокручивайте ситуацию с общением сначала в воображении, в уме в своем. Настраивайте себя и подсознание на позитивный, положительный исход, пока это не станет вашей привычкой. Тренируйтесь перед зеркалом. Каждый день минут по 15. Цикл должен составить 21 день, в течение которого сформируется привычка. Вашим отражением в зеркале должен стать уверенный в себе человек. Общайтесь легко, просто, интересно. С фиксацией вашего поведения сознанием улыбайтесь. Будьте внутренне спокойны. В следующей нашей телепередаче мы с вами, дорогие телезрители, поговорим о том, как преодолеть страх неудачи.